В 2022 году Ripple XRP будет, конечно же, зависеть от двух судебных процессов. Почему два судебных процесса? Какие вообще есть прогнозы по XRP на 2022 год? Ну и в целом на что стоит, конечно же, ориентироваться и какие действия стоит сейчас предпринимать, если вы холдер XRP, если вы трейдите на XRP или если вы еще не покупали Ripple XRP. Давайте разберемся. Что касается рынка криптовалют, то сейчас на данный момент рынок криптовалют находится во флете, то есть ничего такого интересного не происходит. Низкая волатильность и учитывая то, что биткоин за 24 часа пошатнулся на 1%, мы видим, что некоторые альткоины в принципе пытаются, некоторые даже в среднем вырваться на 5% прибыли, на 4%, на 3%, но удается это далеко не всем. Ну, говоря про Ripple XRP, довольно-таки очень хорошая интересная картина рисуется здесь. То, что определенно у нас служит сейчас поддержкой на месячном таймфрейме уровень 70 центов. Ниже, если мы которого опустимся, то это будет означать то, что сходить там в район 53 цента мы еще можем для, так скажем, ретеста. И скорее это такой даже негативный медвежий сценарий, который сейчас рассматривать не стоит. Почему не стоит, сейчас расскажу. С учетом того, что у нас биткоин с вами торгуется довольно-таки интересно, то есть его выкупили по 46,5 тысяч долларов. Также стоит отметить тот факт, что здесь у нас биткоин определенно при пробое 50 тысяч долларов на недельном таймфрейме, если закрепляется, то определенно здесь мы видим уже потихоньку рост. Потому что это действительно похоже на набор позиций. Кроме того, не стоит забывать, что зачастую, как правило, любой цикл биткоина, будь то 11 год, 13, 17 или 21 год, который должен, кстати, был кончиться циклом пампа, но на самом деле цикл продолжается. То есть на самом деле 11, 13, 17 циклы, они показывают то, что биткоин, именно цикл биткоина, альткоинов, он заканчивается, как правило, пампом. То есть пампят биткоин и резко все потом валится вниз. Это и, в принципе, всегда знаменует окончание цикла. Сейчас же мы по биткоину видим, что биткоин стоит практически хороших денег, да, то есть он не упал даже до значения там района 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов. Потому что определенно, если мы с вами берем от абсолютного максимума биткоина коррекцию в размере 85 процентов. Почему 85 процентов? Потому что зачастую у биткоина падение в этот район знаменовало то, что он находил дно. То есть зачастую именно когда биткоин падает на 85 процентов, а это было в циклах, мы видели с вами, что, в принципе, тогда и нужно было покупать, потому что в основном биткоин так и каждый цикл корректировался. Неважно, будто 11 цикл года, да, либо все-таки это 17 год был. Поэтому стоит отметить, что сейчас таких отметок нету, год заканчивается, да, и на месячном таймфрейме, кроме того, мы выкупились, да, и, соответственно, торгуемся свыше 47 тысяч долларов. То есть это определенно позитив, и позитив в том, что альткоин и биткоин дальше продолжат расти. Кроме того, сейчас мы видим, что определенно есть зона поддержки, да, и определенно то, вот как биткоин проваливался, да, и как он будет бороться с линией спротивления. То есть оно показано, да, то есть мы будем видеть, исходить из того, что при пробое спротивления, там район 53 тысячи долларов, мы уже будем с вами опять-таки видеть восстановление цикла роста биткоина и всех альткоинов. Говоря про Ripple XRP, та же самая ситуация, выкупили XRP, и опять-таки определенно стоит отметить, что здесь у нас, соответственно, как ни крути, но XRP тоже потихоньку в рамках выкупа он идет наверх. Даже несмотря на то, что был снимок, да, и XRP подслили, напомню вам, что был 24 декабря снимок ваших XRP, и в рамках этого снимка вам должны начислить токены SOLO не раньше, чем 20 января 2022 года, да. И это говорит о том, что тоже опять-таки это будет все дело расти. Но говоря про прогнозы, то есть определенно я считаю, что год XRP закончится там на отметке около доллара, и определенно уже в следующий месяц, и дальше мы будем видеть с вами тоже позитивное явление цены. И оно может зависеть от исхода двух судебных процессов. Во-первых, исход при взятости против комиссии по ценным бумагам и биржам, поданный Empower Oversight, некоммерческое правительство наблюдательной организации, будет ключевым. То есть, они утверждают, что чиновники SEC были предвзяты, настроенные против Ripple, и XRP, и вердикт в пользу Empower Oversight отдаст SEC больше оснований для прекращения иска против Ripple. Такой исход претензий может привести к прорыву в XRP с его абсолютным максимумом около 3 доллара и 30 центов, да, и, соответственно, некоторые говорят о достижении уровня даже в 5-7 долларов в год. Однако неблагоприятный исход окажет разрушительное влияние на держатели XRP, и тогда цена вполне может уйти в район 50 центов. Ну, на самом деле, пугать держателей XRP нет смысла, да, потому что они уже настрадались и многое насмотрелись, и там даже район 50 центов сейчас он выглядит не таким катастрофическим на самом-то деле. Поэтому то падение, оно будет уже определенно последним для XRP, это будет уже дно XRP, если XRP туда упадет. Если же нет, то сейчас мы с вами можем наблюдать уже дно XRP, которое было непосредственно произведено уже в этом месяце, потому что в следующем месяце я не думаю, что XRP уже будет падать, потому что определенно здесь его выкупили, и, опять-таки, коррекция к данному падению определенно должна быть. Ну, и второй иск, это непосредственно иск Ripple против SEC, SEC против Ripple, да, как будет, в принципе, он решен. Я считаю, что решен будет в пользу Ripple, потому что в комиссии по ценным бумагам и биржам нету каких-то аргументированных фактов, за которых действительно можно было зацепиться, и которые бы действительно даже ярому холдеру XRP или такому не очень открыли бы глаза на, конечно, реальные вещи в судебном процессе Ripple против SEC. Кроме того, претензии SEC в отношении Ripple XRP являются клеветой, и как XRP может быть ценной бумагой. Во-первых, разработчики используют XRP Ledger для выдачи и раздачи для своих проектов, никакого отношения или связи с Ripple или XRP. И второй XRP никогда не выдавался и не сбрасывался непосредственно через Ripple, так что претензии SEC являются явно клеветой. Ну, и кроме того, сейчас XRP и токен продолжают торговаться на биржах, Binance и других популярных биржах. Да, это происходит за пределами США, но на самом деле, если бы все так было катастрофически плохо, то токен XRP не торговался, а количество холдеров просто бы не росло. Ну и кроме того, Ripple XRP на самом деле может сделать инвесторов миллионерами, но и есть три типа инвесторов, три условные группы, одни заявили, что верят, что Ripple XRP может сделать их миллионерами. Главное, не бояться рисковать, а также предельно терпеливо ждать. А вторые, значит, говорят, что значительная сумма в размере как минимум нескольких тысяч долларов вполне может ожидать, исходя из нынешнего положения криптовалюты и определенных прогнозов на следующий год. То есть речь идет о том, что определенно вам нужно тысяча долларов, чтобы вкинуться к XRP и разбогатеть. Ну а третья группа – это скептики, которые утверждали, что Ripple XRP слишком несовершенен по различным характеристикам, чтобы с его помощью получать как миллионер, так и тысячи. Они заявили, что инвестировать Ripple XRP вообще стоит, однако не стоит рассчитывать на большие прибыли. Скептики всегда были, если будут, и только терпеливым, конечно, дается путь. Ну а говоря про рынок, сейчас на рынке у нас страх, да, и определенно я считаю, что возможно в рамках там избежания эйфории рынок еще там немного окунут, там по биткоину могут, опять-таки, биткоин пофлетить сам, да, и могут там его окунуть там в район 47 тысяч долларов. Опять-таки главное, чтобы он не ушел ниже, но я считаю, что он не уйдет ниже. И тогда, в принципе, у нас все это совпадает с картиной, когда биткоин и рынок криптовалют начинают разворачиваться, да, и как мы видим по опыту, который был там в мае, в июне, в июле, да, зачастую биткоин флетит, и только потом он начинает разворачиваться. Это было также в 2020 году, и зачастую в страхе киты маринуют, конечно же, не один месяц, а даже два, а бывает и три месяца, поэтому здесь нужно тоже набраться терпения. Всем удачи, всем пока, и до новых встреч!